Драгоценный Важная часть, важная часть нашей с вами христианской жизни, когда мы приходим в собрание, когда мы приходим в служение, мы видим, Писание говорит, что мы не должны оставлять собрание своего, и может быть есть, знаете, в определенных вещах есть некое обыкновение, мы можем переживать какие-то трепещущие чувства, эмоции, мы можем переживать определенную влюбленность со своей супругой, но переживаем мы влюбленность, есть у нас какая-то эйфория или нет, но есть определенная обязанность в супружеских отношениях, верность, которая не зависит от чувств, верность, которая не зависит от мурашек, от каких-то там особенных переживаний, и то же самое с нашим Господом. Когда мы приходим в собрание, и может быть мы один раз, мы переполнены какими-то эмоциями, ожиданием, другой раз мы не переполнены, но это не имеет никакого значения, один день, я думаю, я буду об этом говорить больше, мы видим в Писании, мы видим в Библии такие определенные выражения, когда либо тот священник, там Захария, там, либо там ученики Иисусом в деянии святых апостолов, они шли по обыкновению в храм. Знаете, есть некое обыкновение, ты можешь иногда приходить в твою тайную молитвенную комнату, а и там у тебя слезы бегут, и ты переживаешь сверхъестественное прикосновение, и там даже на твоей шкуре ты переживаешь какие-то мурашки или на твоей коже. А может быть другой раз ты ничего не переживаешь, но это ни в коем случае не умаляет молитвенную жизнь и не умаляет тайную комнату. Аминь. Это очень ценно, очень важно, потому что если мы делаем это в постоянстве, тогда мы будем переживать прикосновения Божьи, тогда и будут вот эти сверх, так сказать, какие-то вещи, которые мы, может быть, и не ожидали, и, может быть, не привыкли переживать. Но мы будем переживать вот эти вот новые, новые наши впечатления с Богом. Аминь. Когда мы идем на глубины, на глубины в более глубокие воды в наших взаимоотношениях с Богом. Аминь. Поэтому добро пожаловать в Новый год. И, конечно же, мы вот здесь полный зал был. С 31 на 1 мы встретили в молитве. Слава Иисусу! Кто был? Те были, видели. Это здорово, это классно, когда мы как семья, как церковь можем встречать, входить в молитве. И, конечно, для меня, не просто как для пастора, а как для христианина, для меня это так важно и так ценно. Я не собираюсь поклоняться никаким праздникам. Я поклоняюсь Христу. Аминь. И хочу чтить его в любом сезоне и в любой период времени. Хочу сегодня делиться словом. И прошлое собрание уходящего года, я говорил о... Когда, помните, ангел пришел, и он обратился к Марии, и он сказал, не бойся. И так много в Писании мы встречаем с вами это выражение, что сам Господь, ангелы, которые приходили к Ветхом Завете, к Авраму, Исааку, Иакову, к другим пророкам, людям Божьим в Новом Завете. Мы видим, что такое чувство, что это как будто бы некое приветствие, приветствие небес. И почему? Потому что на самом деле страх, он сковывает человека, он убивает, он делает человека ограниченным. И нам нужно иметь вот эту вот опору в Боге. Аминь. Искать. Да, мы можем с вами, мы люди. Это иногда есть, конечно же, к сожалению большому, какие-то страхи, которые могут сопровождать всю жизнь. Иногда они могут приходить случайно, но так или иначе, самое важное, чтобы мы все-таки искали опору в нем. Мы говорили, касались с вами определенных вещей. 1 Иоанна, 4 глава, 18 стих. Апостол Иоанн, он говорит нам, в любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет всякий страх, потому что в страхе есть мучение. Боящийся несовершен в любви. Поэтому нам надо исполняться любовью Божией, искать этого, потому что страх, он то, что, это то, что будет накладывать отпечаток на наше мышление, на наше мировоззрение, на наши взгляды, на, в конце концов, на ту благость и милость Божию, которая либо может быть излита, либо, к сожалению, мы можем ограничить эту благость и милость Божию в нашу жизнь. Поэтому давайте войдем в Новый год именно с дерзновением, дерзновением в Боге. Не просто, знаете, с какой-то человеческими амбициями, дерзостью. Нет. Но с дерзновением в Боге. Аминь. Уповая на Него. И поэтому будем смело браться за те вызовы, которые Он доверяет нам, идти вперед, делать то, к чему Он призывает нас. Аминь. И совершать и доверять Ему в любой сезон, в любой период времени. И я коснулся, закончил прошлое служение вот этим местописанием Евангелия от Луки, 12 глава, с него же хочу и начать, с 29 стиха. Итак, не ищите, что вам есть или что пить, и не беспокойтесь, потому что всего этого ищут люди мира, люди мира сего. Ваш же Отец знает, что вы имеете нужду в том. Наипаче ищите Царствие Божьего, и это все приложится вам. Не бойся, малое стадо, ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство. И мы коснулись этого. И смотрите, Он говорит, не бойся, малое стадо. Опять мы видим, Господь обращается к нам. Не бойся, малое стадо. Но до этого мы видим, что сказаны определенные вещи. Что нам необходимо делать? И я не стал там много думать об этом. Назвал проповедь, просто буквально взяв вот эту вот фразу Иисуса из Нагорной проповеди, не ищите. Таким образом я назвал сегодняшнюю проповедь. Не ищи. Ну можно было бы добавить, знаешь, не ищи, но ищи. И мы сейчас с тобой поговорим. Почему? Потому что Иисус говорит, не ищите одного, но все-таки ищите другого. Интересно, дальше, после этого Он говорит, не бойся. Почему? Потому что если вы будете искать определенных вещей, которые вы должны искать, которым вы призваны искать, то вы однозначно придете в другую территорию. Сегодня очень легко об этом говорить, потому что есть очень много книг, различного рода фильмы. Те определенные фильмы, которые некоторое время назад еще когда-то назывались фантастикой, сегодня уже многие не называются фантастикой. Но есть такое выражение, слышали же, параллельные миры. И вот параллельные миры, параллельные жизни, параллельные реальности. И сегодня об этом можно говорить очень просто, потому что более понятно человеку. Знаете, мы, допустим, говорим, ну если, например, полный человек, человек, который, ну у него там избыточный вес, да, например, у человека, если человек питается теми же самыми продуктами, и он, у него те же самые спортивные нагрузки, и то же самое расписание по питанию, но он планирует похудеть, то для нас это звучит странно. Ну послушайте, он ничего не собирается менять в подходе, ничего не собирается менять в рационе, но результат хочет иметь другим. Странно, да? Ну или, например, человек, да, там, муж, хочет более близких отношений с супругой, более там, романтичных отношений, но при этом жить, вести себя продолжает абсолютно так же. Как не дарил цветы, так и не дарит, как не писал, там, хорошие смски, так и не пишет. Как же не сказал однажды во время свадьбы, там, что я люблю тебя, так и считает, что она верит ему все оставшиеся дни, и этого достаточно, в принципе. Но, или же человек все-таки, он, ну, как-то хочет, чтобы его отношения в браке, они прогрессировали, прогрессировали в хорошую сторону, да? Ну и тогда, если он, там, не знаю, дарил цветы только на день рождения или, там, на 8 марта, он может просто подарить цветок или, там, написать смс-ку посреди дня или еще что-то, ну, то есть мы понимаем, что оно этого стоит, да? И вот таким образом это каким-то образом, ну, развивается. То же самое касается вопрос экономических вопросов, заработков, бизнеса, да? То есть мы все это понимаем. Но интересно, касается, когда духовной жизни, тут мы иногда как-то, ну, как бы сказать вам, подтормаживаем, простите за эту фразу, да? Но Иисус говорит, не ищите определенных вещей. Почему? Потому что если вы ищете их, тогда вы обязательно их найдете. Вы найдете это. Это не то, чтобы вы этого не найдете. Вы найдете. Но если вы найдете этого, чего ищет этот мир, вы обязательно найдете, что с этим миром в пакете прилагается. Беспокойство, разочарование там и так далее, обиды и все тому подобное. То есть если вы ищете этого, вы обязательно найдете. Но, к сожалению, придет определенный пакет. Понимаете? Но если же вы переходите в другую параллель, это параллельные миры, понимаете? Вы ищете Царствие Божьего. Вы ищете определенных других вещей. То тогда вы найдете и это, и вы найдете и то. Почему? Потому что то прилагается, ибо Отец знает. На самом деле это местописание не о том, как некоторые его трактуют, что не надо работать, не нужно ничем заниматься. Я не буду сегодня много об этом говорить, но работа вообще это благословение Божье. Давайте я повторюсь еще раз. Работа это благословение Божье. Аминь. Бог таким образом создал человека. Работа это не следствие проклятия. Работа это благословение от Бога, каким образом Бог сотворил человека владычествовать и ухаживать за тем, что он доверил ему и дал ему. Это нормальное явление. Но он говорит, что когда вы делаете даже это, когда вы работаете, когда вы делаете даже обычные вещи, он говорит, самое лучшее, что вы можете делать, это во всем этом искать Царство Божье. Потому что тогда вы сможете оказаться в другой части, в другой параллели, и тогда вы на самом деле сможете наследовать Божественное благословение. Поэтому интересно, с одной стороны вроде бы звучит, как определенная игра, игра слов. Здесь не ищите, но наипаче ищите. Ищите вот этого. И давайте мы сегодня с вами поговорим о определенных вещах, потому что на самом деле это необходимо нам. Почему? Потому что если мы будем искать вот этих вещей, мы найдем, я повторюсь еще раз. Но если мы будем искать Божьего, мы также, мы найдем и то, и другое. Почему? Потому что это Его закон, это Его благодать. Допустим, многие из нас, мы бы хотели жить 22-м псалмом. Кто любит 22-й псалм? Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться и так далее. Но послушайте, так интересно, что это не происходит само собой. Не происходит. Иисус сказал, «Я есть дверь». Кто войдет и что сделает? и выйдет и пажить найдет. Не войдет и там же останется, а войдет, он должен перейти в другую реальность. Он должен перейти в другое. Понимаете? Интересно, что я помню, когда я начал свой путь со Христом, когда вот, ну, шло такое определенного рода взросление в Боге, у меня был такой период времени, когда я начал переживать за то, что я не переживаю. Понимаете, вот ты смотришь на других людей и они паникуют, а у тебя паники никакой нет внутри. И ты думаешь, может быть, с тобой что-то не так? Может быть, с тобой что-то неправильно? Я помню, мы жили в Хакасии и там в Хакасии было, ну, кто в Хакасии жил, те понимают, там самая большая угроза это Саяна Шушинская ГЭС. То есть, если она, я, как говорится, не ученый, не рассчитывал эти варианты, но ученые говорят, что если она сломается, если она будет разрушена, то 15-метровая волна дойдет до Красноярска. Это 400 с лишним километров 15-метровая волна. А до Красноярска, а мы буквально от Саяна Шушинской ГЭС жили в 30 километрах. То есть, а до там камня на камне не останется, как говорится. И представляете, и землетрясение. Землетрясение. Люди уезжают в горы, люди что-то делают. У нас уже трое детей, мы приезжаем домой. Ну, представьте, в девятиэтажном доме никого нет, люди на улице. Мы приехали домой, у нас трое маленьких детей. Мы встали возле дома, помолились, взяли наших детей и пошли домой и легли спать. Выглядели мы точно вообще нездраво, когда люди там со своими документами, документами, паспортами, деньгами, стоят на улице или кто-то вообще уехал куда-то в горы, куда-то. Мы просто пошли и легли спать, доверив все Господу. Может быть, кто-то из вас думает, ну, это странно, но послушайте, самое лучшее, что он дает нам, он дает нам сверхъестественный мир в любых обстоятельствах. Это лучшее, что он может давать нам. И это его обещание, потому что он сказал твердого, духом ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает он. Это однозначно, это его подарок для нас в любой сезон. И вот ты как бы, ну, ты чувствуешь определенные вещи. Я начал определенные моменты переживать в своей жизни. То есть, ну, например, ты не переживаешь, за что другие переживают. Или, например, ты сделал что-то, ты вот был в таком, каком-то неком присутствии Божьем, и потом ты вроде бы, может быть, и сказал, не то чтобы какая-то пошлая фраза или еще что-то, ну, ты что-то сказал, что другого человека огорчило, и ты вдруг пережил какую-то пустоту внутри себя. Бывало у вас когда-то такое? Или я вообще сейчас о чем-то странном говорю? Бывало? Когда ты вроде в таком умиротворении, ты потом что-то сделал, и ты чувствуешь, как будто ты это умиротворение где-то потерял, растерял. Переживали это? Я помню, когда у меня началась, ну, у нас скоро с вами пост, да, вы помните, у нас там через, с 10-го числа у нас будет пост-объединение, но я помню много-много лет назад, в начале моего христианского пути, когда я начал поститься, в 90-е годы пост, тогда он не был как-то особо популярен, христианство, многие христиане от него бежали и говорили, что это вообще ветхозаветная тема или еще какие-то, то есть нам вообще поститься не надо, но мы видим с вами, что это новый завет, что Иисус, в принципе, пост ставит наравне с молитвой, это не та часть, о которой я сегодня буду проповедовать, но, по крайней мере, вы на горную проповедь можете, можете прочитать на горную проповедь, Иисус говорит на одной параллели, и о посте, и молитве, и о даянии, и о прощении, ну, и я не об этом, и вот я, помню, начал поститься, и, помню, разговаривал с людьми, которые уже практиковали пост, и они говорили, что обычно, вот среднестатистического человека, после третьего дня, третьего дня, третьей ночи, организм переключается, как бы на внутреннее питание, на эндогенное питание, и на сохранение, так сказать, энергии, и уже не так охота кушать, не так уже урчить в желудке, но я, когда первые разы постился, у меня урчало на седьмой, восьмой день, я кушать хотел все время, голова болела все время, ночью проснешься, у тебя одеяло во рту, снится там, что ты что-то кушаешь смачное, там, ну, как бы, ну, и всего, что, но через годы определенное время, что произошло? В организме, это не то, чтобы мне поститься стало легче, как некоторые говорят, а, ты там, не, поститься всегда сложно, потому что это всегда жертва для плоти, всегда, то есть для нее всегда это тяжко, но у меня уже нечто произошло, то есть организм понял, что это неизбежность, и к концу первого дня, или к началу второго, я прям чувствую на физическом уровне, как у меня организм переключается, как будто бы чик, и все, то есть он ушел в сохранение энергии, в такой, то есть, понимаете, то есть почему я вам об этом говорю, то есть то же самое у нас происходит в духовном мире, когда мы либо чувствуем что-то, как Писание говорит, чувством навыка, приучены к развлечению добра и зла, либо не чувствуем, понимаете, то есть так вот это, это разные реальности, и мы чувствуем, как мы находимся в одной, или мы переходим в другую, и вот здесь, я хотел бы сегодня с вами поговорить об этом, Иисус говорит, не ищите одного, но ищите все-таки Царство Божьего, посмотрите, я хочу прочитать некоторые местописания, это Исаия 55 глава, начну с этого, и здесь Исаия говорит, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, я хочу в начале года поговорить именно о поиске Бога, в нашей жизни, и так Он говорит, ищите Господа, скажите вместе со мной, ищите Господа, я хочу попросить вас, даже если возможно, вы пришли вообще впервые на собрание, ну, помогите мне, просто будьте поддержкой, повторите это вместе со мной, это не будет сложно для вас, и так Исаия говорит, ищите Господа, когда можно найти Его, призывайте Его, когда Он близко, 1 Паралипоминон 16 глава 11 стих, говорит, взыщите Господа и силы Его, скажите вместе со мной, взыщите, а дальше мы читаем более глубокое погружение, он говорит, ищите непрестанно, скажите вместе со мной, ищите непрестанно, лица Его, интересно, а возможно ли вообще, возможно ли такое, чтобы искать Бога всегда и во всем, но ситуация в том, что если вы обратите внимание, то наш мозг так устроен, нам вообще сложно, найти какое-то время, успокоиться до такого состояния, чтобы не думать ни о чем, вы обращали внимание, замечали, вам вообще сложно, какую-то секунду, не говоря уже минуту, 30 минут, побыть в тишине, просто быть открытым для Бога, позволить Богу говорить вашу жизнь, то есть это не так-то просто на самом деле, в моей жизни, сейчас, слава Богу, у меня такого нет, по милости Господне, я как-то научился в этом плане переключаться, но у меня раньше были такие моменты, когда я ложился спать, просыпался утром и понимал, что я продолжал думать в своей голове, у вас бывало когда-нибудь такое? Или как в простонародье говорят, ты всю ночь масло в голове гонял, то есть ты всю ночь решал какие-то вопросы, пытался решить какие-то моменты, там в своей голове, и то же самое, я тут некоторое время назад, я просто принял решение, что вот я беру сутки, сутки для поста, для молитвы, сутки для моих отношений с Богом, я не хочу не заходить ни в какие соцсети, ни в какие, не отвечать ни на звонки, ни на что, я только подумал об этом, и мой мозг сразу стали атаковывать мысли, а если вот этот человек позвонит, я с ним договорился, а если мама, а как вот здесь, а как это, а жена уедет, как, и моментально тебя начинают атаковывать мысли, как, что, а как вот здесь, да, если ты не поднимешь, да просто земля соси сойдет, то есть мы же настолько заняты, мы же настолько погружены всем, и вопрос, помните даже ту песню, да, мои мысли, мои, тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук-тук, даже в тех ситуациях жизненных, которые мы проходим, ищем ли мы на самом деле его, ищем ли мы его царство, или же все-таки мы думаем, о чем попало, что приходит в голову, решаем свои вопросы, интересно, что это не зависит от возраста, это не зависит, в школе мы решаем школьные вопросы, старше мы решаем другие, то есть человек всегда обременен какими-то мыслями, какими-то там, какой-то погружением, какой-то информацией, и нам очень важно все-таки понять, а мы на самом деле, мы хотим искать его, или чего мы ищем, Псалом 26, 8 стих, Давид молится и говорит, сердце мое говорит от тебя, ищите лица моего, скажите вместе со мной, ищите лица моего, и Давид говорит, и я буду искать лица твоего, Господи, и я буду искать лица твоего, Господи, то есть если бы мы захотели сегодня прочитать из Библии, из Псалмов, все эти вырезки, все эти местописания, которые говорят о поиске Бога, да нам бы просто времени бы для этого не хватило, потому что так много об этом, и тогда у меня возникает вопрос к себе, и вопрос к нам, ко всем, а как мы его ищем, в чем мы его ищем вообще, возможно ли искать его вообще на самом деле, потому что наше мировоззрение, наше мировосприятие, оно очень сильно влияет на то, как мы понимаем Библию, на то, как мы понимаем вообще, что говорит Бог в нашу жизнь, мы читаем с вами 104 Псалом, 4 стих, и здесь написано, ищите Господа и силы Его, и дальше Он продолжает, и выбивает всякое основание, Он говорит, ищите лица Его всегда, скажите вместе со мной, всегда, то есть другими словами, если Библия говорит, ищите лица Его всегда, скажите, вот у нас на Руси, у нас в России, есть такое понятие, как бы закон, это ну типа дышло, куда повернешь, вот у нас вроде закон, ну у нас часто так говорят в некоторых кругах, что у нас закон создан таким образом, что при желании, чтобы, ну так сказать, можно было найти, кто в чем не прав, а вот тогда у меня вопрос к вам, а что, в Библии так же? Написано так же, чтобы если что-то, кого-то за что-то можно было зацепить, или все-таки Библия в помощь нам? То есть другими словами, если Он говорит, ищите лица Моего всегда, значит это говорит о том, что Бог считает, что это возможно для нас с вами. Да или нет? Ну что ж, после Нового года, это так тихо у нас. Ну как-то отреагируйте, поддержите меня, да? Смотрите, второе, Паралипоминон, пятнадцатая глава, и мы прочитаем с вами два стиха, двенадцатый и тринадцатый стих. Мы читаем определенный период времени, то есть Израиль, они устали, устали жить в проклятии, устали жить в каких-то трудностях, устали жить в каких-то нерешенных вопросах. Ну просто они устали жить, не так, как они хотели бы, не так, как они могли бы. И у них происходит определенный крик, крик внутри, и вступили в завет, двенадцатый стих, чтобы взыскать Господа Бога Отцов Своих от всего сердца своего и от всей души своей. Поиск Бога – это неформальность. Поиск Бога – это ни в коем случае, не просто хвала во время поклонения, аминь, во время поклонения мы так же можем искать Его, а можем не искать. Я увидел, что мы с вами, если вы знаете наизусть молитву «Отче наш», если вы знаете ее настолько хорошо, что вы ей молились уже за свою жизнь не одну сотню раз, то в этот момент, даже молясь молитвой «Отче наш», вы можете думать, что будете дома кушать после этого. Один человек сказал однажды, человеческий ум необычайно пытлив, и дальше добавил, но крайне испорчен. То есть мы очень часто привыкаем к определенным вещам, и мы не можем с вами искать Бога, если туда не включено сердце, если туда не включено наше естество. Понимаешь, это неформальность. Господь говорил неоднократно в Ветхом Завете, к большому сожалению, говорит, вы пытаетесь чтить меня своими устами, хотя ваше сердце на самом деле в этот момент прям далеко от меня. Понимаете, и мы читаем с вами, и Он говорит, что они устали, и они заключили завет. Все, хватит. Мы не хотим. Мы не хотим просто соглашаться с какими-то нормами, так сказать, как этот мир считает нормами этой жизни. Мы не хотим. Мы хотим искать Бога от всего сердца и от всей души. И они поступили там очень радикально. Они сказали, а всякий, кто не станет искать Господа Бога Израилева, должен умереть, малый ли он или большой, мужчина или женщина. Они радикально подошли к этому вопросу. И вот мы перепрыгиваем с вами в 15 стих. Интересно, если читайте. И радовались все иудеи, все и клятвы. Потому что от всего сердца своего клялись, и со всем усердием взыскали его. И дальше читайте. И он дал им найти себя. И дал им, Господь, покой со всех сторон. Вот это уже награда. Награда поиска. Господь вовлекает нас в отношения. Скажите, Господь хочет близости с нами? Он хочет? А Он делает все для того, чтобы быть близким по отношению к нам? Да вообще однозначно. Он говорит, вселюсь в них. И буду жить с ними. И буду их Богом. А они будут моим народом. Здесь это всегда его сердце. Всегда его желание. Но тем не менее, Он вовлекает нас. Он говорит, а ты, ты своими поступками, ты своими делами, покажи, что тебе это надо. Покажи, ты своими действиями, в своей молитве. Мне нравится, когда вот сюда, вот сюда. Приносят своих детей на благословение. Мне нравится. У меня, как у пастора, у меня определенный трепет. Почему? Потому что я вижу, этим родителям, им на самом деле ценно, чтобы их ребенка благословили и помолились. Они не просто говорят, а Господь благословит на всяком месте. Они проголосовали ногами. Они подтвердили ногами, нам надо это благословение. Почему в Новом Завете вы читаете, кто болен, говорит, из вас? Что? Пусть призовет Брисвитеров. И они, говорит, придут. Да? То есть, кто болен, пускай у него будет достаточно смирения, достаточно внутреннего вот этого державения. Это Новый Завет, друзья. То есть, давай, сделай. Если тебе это надо на самом деле, призови, сделай шаг определенный. Да? И здесь вроде бы Бог говорит, все, я рядом, я вот, я ближе некуда, я вселюсь в вас и буду с вами. Но при этом, он говорит, взыщите. А я знаю, о чем Бог говорит. Потому что так часто в своей жизни я переживал. Ты в тайной комнате, ты настолько наполнен Богом, Его присутствием. И потом ты просто сказал что-то, и ты сказал-то не что-то, что-то плохое, но это, ты даже и не считаешь, что что-то плохое, но это огорчило того человека, в чью жизнь ты это сказал. И внутри ты начинаешь переживать пустоту. Как это произошло? Да я ничего не сказал. Но вопрос-то, жизнь-то как раз не о том, что ты сказал, а жизнь о том, как тебя поняли. Знаете, суть вот этой проповеди, в чем и вообще каждой проповеди, суть вообще не в том, что я спроповедовал, а суть в том, что вы услышали, что вы приняли, что вы растворили верою в своей жизни и что вы реализовали из услышанного. Вот это как раз гораздо сложнее. Потому что переживаю-то я внутри себя ценные и важные вещи. Насколько я их смог выразить своими словами и передать тебе. Насколько ты сегодня смог их услышать и растворить верою и применить, реализовать в своей жизни. Вот в чем суть. То же самое в твоей семейной жизни. Вопрос-то не в том, что ты сказал. Вопрос, что услышали. Вопрос не в том, что ты сказал своим детям. Вопрос, как тебя восприняли. Аминь. И вопрос то же самое в наших отношениях с Богом. В нашей близости с Ним. Послушайте. И Он говорит, со всем усердием взыскали Его, и Он дал им найти себя. И дал им Господь со всех, дал им Господь покой со всех сторон. Поэтому поклонение, это важно, но послушайте, это комплекс. Наш поиск Бога, это комплекс. Комплекс всех наших поступков, комплекс всех наших действий. Это ни в коем случае не просто уста. Я молюсь, я поклоняюсь. Да, это вот некая духовная практика. Я пощусь. И даже духовная практика, что я жертвую. А как в отношении наших отношений? Как в отношении нашего бизнеса? Как в отношении нашего отношения к партнерам? Как в отношении наших отношений с нашими близкими и родными? А как мы считаем, это духовная практика, а вот этим мы приближаемся к Богу, вот этими поступками мы ищем Бога, или это вообще не имеет значения? Что так тихо? Послушайте, поиск Бога в защите всем сердцем своим. Это комплекс. Всей нашей жизни. Он говорит, все, что не делаете, делайте как для Господа. Скажите вместе со мной, все, что не делаете. Давайте я еще раз скажу, все, что не делаете. Это касается всех нас, это не касается каких-то определенных лиц людей, или там, допустим, это меня не касается. Это нас всех касается, тех, кто смотрит онлайн, тех, кто находится здесь в этом зале. Меня. А когда мы делаем какие-то вещи, какие-то поступки, вопрос, повторюсь еще раз, нашего бизнеса, нашего партнерства, нашего отношения к руководству, нашего отношения к президенту, нашего отношения к мэру, нашего отношения к нашему городу, я уже не говорю о том, как к нашей церкви. А мы, на самом деле, мы считаем, что мы в этом ищем Господа, ну не может же из одного источника бежать горькая и сладкая вода. Не можем ли же мы в поклонении, я приближаюсь к Господу, в молитве я так молюсь, так плачу, что я приближаюсь к Нему. А в своих поступках, послушайте, что-то не то. Это не евангельское Евангелие. Что-то не то. Почему? Потому что, если мы на самом деле в присутствии Божьем, то присутствие Божье, оно отражается на наших поведениях и на наших поступках. Аминь. И, как я вижу в Писании, то как раз, друзья, ну вот за это стоит бороться. Я думаю, каждый из нас, мы хотели бы, как мы читаем с вами, и дал им Господь покой со всех сторон. Что это означает? Бог благословил их в каждой сфере их жизни. Бог благословил их в поколениях. Бог благословил их со всех сторон. Понимаете, это другая реальность, это другое измерение, когда мы на самом деле в наших поступках, в наших действиях, в наших отношениях с детьми, в наших отношениях с женой, в наших отношениях с родителями, в наших отношениях с близкими людьми, с соседями, с теми людьми, кому мы делаем бизнес, для кого мы, может, изготавливаем определенные продукты еще раз, и еще что-то делаем, а я тем самым, я ищу Бога, я приближаюсь к Нему, я хочу угождать Ему, не просто как проскочить, не просто где выхватить, а я ищу Его. Аминь. Слава Богу. Поэтому мы видим это, и я думаю, что это для нас очень важно. Мы видим, конечно же, я ни в коем случае не умоляю молитву. Мы видим с вами Нагорную проповедь, да? Иисус говорит в Евангелии от Матфея, 6 главе, 6 стихе, «И ты же, когда молишься, войди в комнату твою, затворив дверь твою, помолись Отцу твоему, который в тайне, и Отец твой видящий тайно воздаст тебе яму». Ищи Его в тайной комнате. Конечно же. И, конечно, я ни в коем случае не умоляю пост. В этой же главе Господь говорит, «Так же, когда поститесь». Он не говорит, если на вас вдруг нахлынет, и вы будете поститься. Нет, Он воспринимает это как норму, как определенную дисциплину нашей жизни. Он говорит, «Так же, когда поститесь». Не будьте унылые, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям, постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. Конечно, это важные вещи. Но для нас очень важно расширить этот диапазон. Даниила, 9 глава, 3 стих. Мы видим, что Даниил относился к тем людям, которые искал Бога. Ему независимо было, независимо от того, какие там законы принимали. Помните? Закон приняли, что поклоняться нельзя. Он пришел домой, что он съел? Зашел в комнату, в которой окна были открыты в сторону Иерусалима, встал на колени и стал молиться. Ему все равно было на все эти законы. У него была определенная дисциплина, определенный порядок его поведения. Поиска Бога. Но тем не менее, мы читаем с вами в Даниила, 9 глава, 3 стих. «И обратил я лицо мое к Господу, Богу, с молитвою, молением, в посте, в ретище и пепле». Понимаешь? Он еще уделил более такое время углубления, более важных отношений и рассчитал там по седминам. Понимаете? То есть, Он получил, Он нашел. То есть, я вижу в Писании, что все, кто хотели приблизиться к Богу, они все приближались. Потому что Бог не играет с нами в прятки. Но Он на самом деле показывает это с нашей стороны, что нам необходимо сделать свой шаг. Нам необходимо сделать что-то со своей стороны. Аминь. Слава Богу. Поэтому это важная часть. Давайте мы будем искать Его в любой сфере нашей жизни. Посмотрите, Римлянам, 12 глава. Время убегает. И мы с вами сейчас будем уже принимать причастие. Римлянам, 12 глава, 17 стих. «Никому не воздавайте злом за злом, но ведитесь о добром перед всеми человеками. Если возможно с вашей стороны, будьте в мире со всеми людьми». Не важно, как к вам относятся, важно, как вы относитесь. Аминь. Важно, как мы относимся. Ивреям, 12 глава, 4 стих. «Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа». Нам необходимо искать Его, искать Его лица во всем, что мы делаем. Знаете, друзья мои, очень просто многие вещи спустить на уровень обрядности. «Допустим, мы сейчас будем с вами принимать святое причастие». Вообще, это поиск Бога. Аминь. Сто процентов. Это одно из важнейших таинств христианской жизни. Важнейших. Но многие люди, они опускают это на уровень просто обрядности. Некоторые люди сегодня говорят, а почему в католической церкви там вот все служение-то и заключается в том, что люди пришли, причастие приняли и ушли, и все, и как-то вот. Да не, это просто так случилось сейчас. И то не везде. Но раньше люди по несколько дней готовили свое сердце к этому святому причастию. Поэтому, приходя к этому некому апогею христианской жизни, в воскресенье собираясь, чтобы принять причастие, они совсем трепетом принимали это святое причастие. Потому что в этом была ценность, важное отношение. Кто-то сегодня говорит, а вот, а что там там вот в православном храме, там, литургия вот так вот провели, никто ничего не понял, никто не это. Да, друзья, послушайте, вы здесь можете прийти и просто свести все на уровень обрядности. И, в принципе, не знать, почему вы это делаете, зачем вы это делаете, и упустить то благословение, которое вы можете иметь в этом. Пропустите. Понимаете, вопрос вообще не в какой-то, какая религия права или какое вероисповедание правильное или неправильное. Вопрос твоего личного поиска, твоих отношений с Богом. На самом деле, ищешь ли ты Его? Интересно, что Он говорит. В защите Господа и силы Его, ищите непрестанно лица Его. И мы читаем с вами, прочитали, я повторюсь еще раз, что на самом деле оно стоит этого. И со всем усердием взыскали Его. И Он дал им найти Себя, и дал им, Господь, покой со всех сторон. Я хочу, чтобы это было таким важным словом, основанием для этого года, для нашей жизни. Чтобы мы на самом деле, вот во всем, чтобы, почему? Потому что это ты, Господин. Ты. В твоей власти это. О чем ты сегодня думаешь или о чем ты размышляешь? Поставь Его на престоле, чтобы Он был во главе. Ты отвечаешь за то, что происходит у тебя здесь. Один человек однажды сказал, мы не можем запретить птицам летать над нашей головой. Но мы можем запретить им свить гнездо на нашей голове. И продолжим. Мы не можем запретить мыслям приходить в нашу голову. Но мы можем запретить им развиваться в нашей голове. Это в вашей власти, это в нашей власти размышлять в наших помыслах, в наших желаниях. А когда я делаю вот в этих поступках, когда я делаю что-то в этих действиях, а на самом деле угождает ли это Богу? На самом деле ли приближаюсь ли я к Нему? На самом ли деле в моих поступках, в моем отношении, ищу ли я Его, приближаюсь ли я к Нему? Аминь. И дальше мы читаем. И Он дал им найти. И дал им покоя со всех сторон. Он благословил. Поэтому Господь и сказал, давайте, друзья, войдите. И выйдите. И говорит, вы найдете пажить. Почему? Потому что там другая жизнь. Там другая жизнь, другая реальность. Другое, вообще другое измерение. Аминь. Господи, я молюсь за каждого драгоценного человека. Я прошу Тебя, Боже Святый, чтобы это Слово, оно не было каким-то неприменяемым, но чтобы на самом деле оно было растворено верой в нашей жизни. Чтобы оно было максимально практичным. Чтобы мы вынесли это ценное в начале этого года, заложив правильное основание. Чтобы мы были теми людьми, которые ищут Тебя во всем. Ищут Твоего лица, ищут Твоего Царства. Чтобы мы не были, как люди этого мира, захвачены какой-то сегодняшней повседневной суетой. Да, может быть, в нашей жизни и появляются какие-то переживания, каким образом мы будем решать те или иные вопросы. Но чтобы мы во всем даже этом могли искать Тебя. Приближаться к Тебе. Отдавая Тебе все наши заботы, все наши чаяния, все наши переживания. Я прошу Тебя, Боже, благослови каждого из нас. Чтобы мы были людьми, которые ищут Тебя и живут в Твоем благословении, в Твоем измерении, как Ты сказал. И дал покоим со всех сторон. Чтобы мы были теми людьми, которые огружены Твоим миром и Твоей благостью. В каждой сфере и в каждой области нашей жизни. Во имя Отца, Сына и Святого Духа. И весь народ расскажет. Аминь. Аминь. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Слава Иисусу.